Южный научный центр и суд Арктики. Я гидробиолог мне там делать не шел. Я гидробиолог. Алексей Васильев. Я Лиза. Я Нейрофизиолог. Занимаюсь зрительным протезированием и сон изучаю. Ветеринарный врач. Занимаюсь патофизиологией, биохимией. Я научный сотрудник Института нейрофонической химии в Новосибирске. Новосибирское отделение. Я думаю, я получу просто удовольствие от участия и от смены вида деятельности. И много-много полезной информации и знакомств. Кто едет первый раз в Сколково? С премьерой. Отправляемся! Ничего не было еще три года назад. Гиперкуп первое здание, два года назад его открыли. Газончик здесь уже растет. Вы видите пруд. Уже написано, что это. Мы туда ходили. Пойдем пройдемся. Насколько хватает нашего взгляда, вот это все будет застроено. Сколтех, технопарк, жилье для стартап-чехтоводавателей. Акция-то инвестиция зародилась примерно в тот же его концепции, тогда же, когда сам фонд Сколково был создан, как площадка для привлечения талантливой молодежи в систему Сколково. Вот, кстати, и второй автобус с нашими участниками. Понятие российский ученый, оно мне крайне не нравится, потому что наука, ну, как и большинство других областей деятельности человека, она, в общем, географические или политические границы, ну, не признает, что ли. Бруно Латур – это такой человек, который приезжал к диким индейцам Амазонии, забывал весь груз белого человека и пытался изучить их, почему они существуют. Вот, и вот он придумал такой метод, что вы забываете все, что вы знаете, а просто изучаете, погружаетесь и изучаете. Значит, что, если бы вы были представителем этой компании и решили заработать еще чуть-чуть денег, какое решение вы могли бы предложить для владельцев этих молочных заводов? Взять бы бактериофагов, напихать вот в эту чашку Петри, а потом добавить этот элемент и отдать все, что сохранилось. Дайте мне свой телефон, и я могу вам сам устроить вас на работу. Если бы это было в 2006 году, вы бы сейчас были просто в золоте. Действительно. Ученому нужно заниматься интересными штуками и делать это хорошо, делать науку хорошо. Что это такое делать науку хорошо? Вы должны заниматься этим так, чтобы вы могли потом в условиях более-менее честного пью-ревью, ну, то есть экспертизу продлить, убедить кого-то, что нужно, чтобы налогоплательщики давали вам деньги на то, чтобы вы занимались тем, что вам интересно. Нам нужно сделать шесть групп, которые будут выражать в себе метафору армии для науки, советников науки, казну науки, крепость науки, союзников науки и народ для науки. Я прошу поднять руки тех, кто хочет быть армией науки. Как, коллеги, по-моему, мне посчитать количество. Кто хочет быть советниками науки? Эй! Задача сегодняшнего дня, как я понимаю, сформировать команды. Главная задача смысловая, которая происходит, это сценарий развития науки выявить. А потом люди разделятся по командам, и каждая команда будет прорабатывать конкретный сценарий. Кто-то из народа. Слушайте, ну, каждый должен сам с чем-то ассоциирует себя, да? Ну, да, ну, кто-то с кермером себя ассоциирует, кто-то себя там, может быть, не знаю, со студентом. Я буду водителем, который просто возит, я не знаю, дальнобойщиком каким-нибудь, которому до науки вообще все равно. А, я буду мамой ученого. А вы кто? А вы союзники. Отлично, у вас же не было еще меня. Нет. Я образование. Основная идея интернации образования и прогрессивного образования состоит в том, чтобы начать научное воспитание со школы. Я своих детей бью палкой, чтобы они учили науку. Поэтому нужно было, чтобы дети детям знали, что классно быть ученым, что это престижно. Да. Они не должны, приходя в институт, впадать в кошмар. А дайте нам денег. И кладывать деньги в кого? В кого? Мы мотивируем власть держащих, тех, кто, например, пишет законы, чтобы они были соответствующим образом. У нас есть вот я РНФ, у меня есть деньги. Что я должна сделать? Два. Один. Закончили. И мамы, и учителя, и фермеры, вот, разные области, в каждой есть свои конкретные задачи, для решения которых может быть полезна наука. Но если этот диалог не наладить, эффективного взаимодействия не получится. Спасибо. Влияет на развитие науки не столько закон Мура, что является ускорением каких-то технологических вычислительных, мол, на чтение. Сколько две вещи, на мой взгляд, самые критические. Первое – это финансирование, а второе – это взаимодействие ученых между собой. И вот все эти социальные сети, которые сейчас возникают между учеными, они являются важнейшим инструментом работы. И понятно, что в рамках чистой идеи гораздо проще стало сотрудничать благодаря технологиям. В любом случае, наука – это творчество, в мой взгляд. И как бы мы ни наращивали оперативную память или вычислительные возможности, что вот в этой части искусственный интеллект пока отстает. У нас в стране механизма, который бы позволял из академической разработки создать индустриальный продукт, вот этого механизма у нас не существует. Правильная позиция государства – это создание неких стимулов. Понимаете, вот все эти ученые-коты, которые гуляют сами по себе там, где им интересно, они, к сожалению, дрессировке подвергаются очень плохо. Вот какие-то пределы и как будут разворачиваться дальше события, мне сказать трудно. Но могу сказать одно, что люди, с которыми мне приходилось сталкиваться, вполне разумные и, кажется, хотят сделать что-то позитивное. Поэтому я на сегодняшний день осторожно оптимистичен. Спасибо. Организаторы показывают пример. А вы в другую сторону делаете. Как получилось. Зарядка стра полезна. Особенно в компании красивых девушек. Говоря о целях ФОНО, это задача формирования такого финанса, такого менеджмента научных организаций, с одной стороны. А с другой стороны, понять, каким образом можно достаточно эффективно конфигурировать те ограниченные ресурсы, которые есть у науки, для того, чтобы обеспечить достижение некоторых национальных приоритетов. Ну, знаете, надо себя пиарить, я бы сказал так. Причем мы можем это себе позволить, мы можем это делать. Но есть ряд ограничений, которые нас сковывают, скажем так, и в лице ФОНО, будет не в обиду сказано. Но все-таки, мое мнение, проблема в нас. Найди проблему в себе, потом найдется и проблема в общем. Там есть прекрасный тезис, что барин вот приедет, барин нас рассудит. Ну, коллеги, но не приедет. ФОНО не определит для вас перспективные темы исследований. Наверное, я хотел бы вас всех призвать, особенно, когда мы говорим о цели-полагании, ставить именно цели, ориентированные на результат. Вот что должно быть у нас с вами на выходе, у каждого из вас через пять лет, чтобы вы считали, что вы эти пять лет проработали недаром. Все, что это такое, брейнсторм. Это можно писать, рисовать, как-то по-другому отражать. То есть вы пишете на стикере, приклеиваете на листок. Садишься на коленки друг к другу, кружком. И получается, каждый сидит на коленке предыдущего. Такой вариант коллаборации. Хотя, с первого взгляда, может показаться, что вроде как кто-то по кругу бегает. Одно из самых ярких кризисов, которые в российской современной науке происходят, это на самом деле не кризис финансирования, а это распад научной этики. Министерство не может придумать правильную процедуру раздачи денег. Дальше оно видит, что у него все получается замечательно неэффективно. Деньги взяли, ничего не сделал. Простая мысль, что если вы нашли адекватного ученого, который хочет заниматься наукой, и дали ему грант 2 миллиона, то он себе не пойдет покупать, что за 2 миллиона может купить, Субару, не знаю. Ему реально интереснее прибор, а не Субару. Вот эта простая мысль не доходит совершенно. Ее просто невозможно, значит, впендюрить. После этого выделяют специальная форма. Вы подписываетесь, что вы не покупали Субару. Или показываете вот такую пачку документов, что вы покупали Субару, но она вам нужна для проведения научных экспедиций, и вы провели тендер. Еще раз. Вы поняли, что мы обсуждаем? Цель. Чего цель? Цель объединения молодежных. Мы обсуждаем сообщество молодых ученых, которое формируется, и его цель. Зачем мы будем делать что-то вместе? Мы здесь за тем, чтобы выработать какие-то именно идеи. Это единственное, что мы реально можем сделать вместе. Мы все живем по разным граммам. Наша задача – это дискуссионная. Мобильность для зарубежных преподавателей, организовать мобильность для аспирантов. Опять пошло решение задачи. То есть, действительно, цель – это поднять у меня статус ученого. Чтобы меньше науки шло в стол и больше шло производство. Очень много возможностей. Надо просто тыкаться, ссуваться. А то, что, говорит, все плохо, блин, там отпилили, здесь олигархи. Понимаешь, формировать силы вечности – это как мутации. Нет, понимаешь, кому-то чуть-чуть не хватает. Кому-то чуть-чуть не хватает. И вот этого надо пнуть, дать ему возможность. Но наша общая мечта, ну, поправьте, может быть, кто-то считает иначе, да? Это поднять уровень отечественной науки и интегрировать ее в мировую. Вывод – помочь выйти нашим молодым, талантливым, перспективным на международную арену. Для того, чтобы понять, насколько ваше сообщество может быть устойчиво, а именно такая тема стоит сегодня перед нами, нужно ответить на вопрос, на какой вызов вы отвечаете, какую проблему вы решаете. Потому что открытость на что нужно. Люди из разных сфер не держат это при себе. Как же он у меня упрет в результаты статьи, опубликует, обойдет, сдаст и так далее. Если такое существует, ну какая наука? Это же сплошные издержки и барьеры, преодоление которых будут требовать невероятных ресурсов времени, денег, упорства, нервной энергии, чего угодно. Потому что одни поколения, так случается, они принимают вызов, а другие от него поколения, бывают такие, которые уклоняются. Вот я вот так думаю, что если ты чувствуешь, что твоего поколения вызов не приняло, переноси акцент на подготовку следующего. Если ты чувствуешь, что он вызов принял, приняло, ну тогда что, клади жизнь, чтобы с этим вызовом справиться. Ну когда ты чем-то занимаешься, тебе нужно не внешними какими-то факторами оперировать, а искать то, из чего ты это делаешь. Тот стержень внутри себя, из которого ты действуешь. Когда с молодыми учеными начнут разговаривать честно и открыто, тогда возможно, что взаимопонимание наше наладится с органами власти. Наука, она вопреки государственной политике, а не благодаря. Вот надо этот баланс поменять. Конечно, для нас вот такие мероприятия, которые как летняя школа стоят не из одного семинара, а, допустим, из шести дней, это способ привлечения новых участников. Если молодой, соответственно, человек хочет попасть в Колково, то ему лучше начать с открытого университета, чтобы... потому что мы показываем, какие у него есть возможности профессионального развития, карьерной траектории внутри Сколково. То есть начать с вас? Начать с нас, посмотреть, что можно, а потом он решает. Идти ли ему продолжать обучение в Сколкехе или сделать свой стартап, взять участников Сколково, пойти в технопарк. Те, кто хочет, они находят способ закрепиться. Сейчас у вас будет возможность рассказать в первую очередь друг другу, а также комиссии о том, какие цели вы ставите перед собой и сообщество молодых ученых. Как вы предполагаете их достигать? И самое главное, какие первые шаги по достижению вы наметили? Глобальную миссию, которую мы видим перед собой, это сделать жизнь и человечество лучшим через познание мира. Ценности, какие мы видим, это общедоступное качественное образование, воспитание, свобода, самореализация. Поэтому для нас важны ценности — это профессионализм, это, конечно, свобода и это, конечно, научная этика. Безусловно, эффективное развитие науки невозможно без удовольствия. То есть науку нужно делать с удовольствием. Изначально задача ставилась говорить о сообществе молодых ученых. И было видно, что тема настолько актуальна, что именно она выпала у всех. Про это как раз никто не говорит. Все говорили про то, что наболело. И очень здорово, что наболело у вас то, что актуально для страны, то, что актуально для науки, то, что актуально для вас. И это были не просто жалобы, это были предложения. Как что-то решить, как что-то сделать, как что-то изменить. И многие мысли сходят. Площадка для общения. Отлично, это можно брать и делать. Это не вопрос платформы. Это вопрос того, чтобы вы хотели общаться. Вот замечательная площадка для общения. Договоритесь, перенесите ее в онлайн. Начните там общаться. И поверьте, люди из того же фоно здесь, и они тоже продолжат с вами общаться там. Сделать ее центром, ядром для России. Это в ваших силах, в ваших руках. Команда «Научная стихия». Я был очень рад, что познакомился со многими людьми. У нас вообще замечательная, веселая команда. И надеюсь, что мы продолжим общаться, несмотря на то, что мы как раз из разных городов. Мы для себя выделили ряд проблем, ряд задач, которые нужно решать совместно, обязательно. Сами решить не можем. Ну и мы надеемся, что вы в лице фоно и вы в лице «Сколка». Вы нас также поймете, поддержите. А мы будем с вами взаимодействовать, мы это тоже обещаем. Спасибо. Я бы пожелал участникам в летней школе после этого не терять то, что они получили. Если они с кем-то завязали контакт, обязательно их поддерживать. Мыслить более амбициозно и не недооценивать собственную роль в науке. Помните, что наука – это забег на длинную дистанцию. А еще, наверное, все-таки думать меньше об организации науки, а больше о науке. То есть науке можно стерилизовать, по-моему, только сначала, получив результат, а уже потом пытаясь вокруг себя как-то улучшить атмосферу. Где-то в глубине должен быть какой-то общий профессиональный интерес, а не только общий трех. Университет живет благодаря тому, что есть люди, которым он интересен. Прежде всего за счет своих аламля. Ну, выпускников. В этом была фишка. Для кого делается вот это все? Для кого делается? Правильно? Да. Это вот они, слушатели открытого университета, они, собственно, те, кто отвечает на этот вопрос. Делается для нас. Это наше место. Скоро мы здесь расположим, расположимся мы ядро этого сообщества. Субтитры создавал DimaTorzok. Добавил субтитры создавал DimaTorzok. Добавил субтитры создавал DimaTorzok. Добавил субтитры создавал DimaTorzok. Добавил субтитры создавал DimaTorzok.